Тесла представила чип D1 и модуль обучающей плитки. В прошлом выпуске мы кратко обсудили эту новинку, но многие из вас, судя по комментариям, хотели бы знать поподробнее о ней. И поэтому мы решили выпустить небольшой выпуск, посвященный только этому чипу. Ведь на самом деле это очень серьезная новинка, которая возможно перевернет индустрию. Так как все мы знаем, что в данный момент мир переживает дефицит чипов, что сильно сказывается на производительности многих компаний. Так что я вам предлагаю подробнее остановиться на D1 и узнать в чем же его уникальность. С вами как всегда Андрей и я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! На дне искусственного интеллекта Тесла компания анонсировала специализированный процессор D1. Он выпускается по 7-нанометровому техпроцессу, содержит 50 миллиардов транзисторов и может похвастаться теоретической мощностью 22,6 Teflops в вычислениях с одинарной точностью FP32 или 362 Teflops при работе с BF16 или CFP8. В первую очередь Тесла D1 войдет в состав суперкомпьютеров, предназначенных для тренировки систем искусственного интеллекта. Чип D1 имеет площадь кристалла 645 квадратных миллиметра, что меньше чем у Nvidia A100, площадь которого 826 квадратных миллиметра, или AMD Arcturus, площадь которого соответственно 750 квадратных миллиметров. Номинальный тепловой пакет D1 составляет 400 Вт. Особое внимание уделено масштабируемости, так как процессор будет применяться в составе вычислительных плиток. Каждая такая плитка содержит 25 процессоров и обеспечивает питание и охлаждение всей конструкции. Далее представители Тесла рассказали о суперкомпьютере ExoPod. Он будет основан на 120 плитках, предлагая в сумме 3000 чипов D1 и производительность до 1,1 Teflops. Сообщается, что на каждый из 354 узлов микросхем D1 приходится 1 ТФ вычислений. Ганни Швенкатарамана сказал, что весь чип способен обрабатывать до 363 ТФ вычислений, а также 10 ТБ с внутренней полосы пропускания, 4 ТБ с внешней пропускной способности. Здесь нет темного кремния, нет устаревшей поддержки. Это чистая машина для машинного обучения, сказал он. Это было полностью разработано командой Тесла внутри компании, от архитектуры до упаковки. Этот чип похож на вычисления на уровне графического процессора, с гибкостью на уровне центрального процессора и вдвое большей пропускной способностью ввода-вывода на уровне сетевого чипа. Для размещения чипов компания разработала то, что она называет обучающими плитками, с помощью которых можно строить свои вычислительные системы. Каждый Тайл состоит из 25 чипов D1 в интегрированном многокристальном модуле. Каждый Тайл обеспечивает 9 Петафлопс вычислений и 36 ТБ с пропускной способностью вне Тайла. Венка Тараманан сказал, что первая тренировочная плитка была доставлена и протестирована на прошлой неделе. Компания заявляет, что для создания Доджо она планирует установить 2 лотка по 6 плиток в одном шкафу, что дает 100 Петафлопс вычислений на каждый шкаф. После завершения у компании будет один экзопод, способный выполнять вычисления искусственного интеллекта на 1,1 экзофлопса через 10 подключенных шкафов. Вся система будет содержать 120 плиток, 3000 микросхем D1 и более миллиона узлов. Илон Маск сказал, что система будет запущена в следующем году. Даже без Доджо существующие возможности Тесла для высокопроизводительных вычислений значительны. В июне Андрей Карпати, старший директор по искусственному интеллекту в Тесла, обсудил детали неназванного суперкомпьютера перед Доджо, который использует компания. Этот кластер один из трех, которыми компания в настоящее время управляет. Имеет 720 узлов, каждый из которых оснащен 8 графическими процессорами NVIDIA A100, что в общей сложности составляет 5760 A100 в системе. Напомню, что на прошлой неделе на мероприятии по искусственному интеллекту, компания также представила свою концепцию гуманоидного робота, известного как Теслабот, подробнее про который вы можете узнать в прошлом выпуске. Ссылку я оставлю в описании и в подсказках. Что ж, друзья, надеюсь получилось более чем подробно рассказать вам про Чип D1. Если вдруг возникли какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Ну а если вам все понятно и вам понравился выпуск, не забывайте ставить ему лайк. Как вы заметили, выпуски на канале теперь выходят намного чаще. Поэтому я рекомендую вам подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. На этом я буду с вами прощаться. С вами был, как всегда, Андрей. Я желаю вам отличного настроения. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok